Давайте снова откроем наши Библии сегодня на пятой главе первого послания Иоанна. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Первое Иоанна. Первое послание Иоанна. Аллилуйя! Первое послание Иоанна, пятая глава. Давайте еще раз прочитаем эти пять первых стихов. «Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, от Бога рожден». И всякий, любящий родившего, любит рожденного от Него. Или если вы любите Отца, вы любите и Его детей. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша. Если вы не поняли это, Он повторил это. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Аллилуйя. И каждый в этом здании в это утро верит в это всем своим сердцем. Я знаю это. Мы начали с того, что говорили о преимуществе верующего. Преимущество, которое рожденный свыше, ребенок Божий имеет перед миром. Это наша вера. Так что это наше преимущество, верно? Ефесянам 2 глава 8 стих, 1 Фессалоникийцам 3 глава 2 стих. Все эти места Писания указывают на тот факт, что именно рожденное свыше чада Божьего имеет веру, рожденную в Его Духе. Я хочу прокомментировать это с точки зрения самой веры. Ваша вера, рожденная в вас Словом Божьим, ваш Дух был пересотворен. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Посланник Ефесянам в Слове Божьем сказано, что мы были созданы во Христе Иисусе. «Рождены свыше», согласно апостолу Петру, «не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего». Значит, Слово Божье было семенем для вашего рождения свыше. Это семя, упавшее в ваш дух. И когда вы поступили согласно Ему, это семя проросло. И это произошло. Оно соединилось с помазанием Бога. И Дух Божий... Я хочу, чтобы вы внимательно это послушали. Дух Божий витал над вашим духом, душой и телом точно так же, как Он витал над духом, душой и телом Марии, Матери Иисуса. Слово Бога в Ее утробе было семенем, которое дало рождение Иисусу. Слово. Слово Божье было тем же самым семенем. Слава Богу. Слово Бога. Святой Дух. Мы, Его творения, как сказано в Писании, в послании к Ефесянам 2.10, созданные во Христе Иисусе. Дух Святой витал над вами. И когда вы попросили Иисуса Христа войти в ваше сердце, когда вы сказали, Иисус, я каю в своих грехах, войди в мое сердце, я принимаю тебя, как моего Господа и Спасителя. вы приняли это решение, вы поступили согласно этому. Тогда семя, которое было проповедано в ваше сознание, дало рождение посредством настоящего чуда самого Святого Духа. Он активно действовал над вами, пересотворил ваш дух, и то, что было мертвым, стало живым, получило жизнь. Вы не просто прощенный грешник, вы возрожденное человеческое существо. Аллилуйя. Я думаю, что вы должны воздать Господу хвалу за это. Это чудесная, чудесная реальность, о которой совсем не учат. Когда вы были рождены свыше от этого нетленного семени, не было никакого шанса на появление врожденных духовных дефектов внутри вас. я должен уделить время, чтобы разобраться с этим. Вы должны обдумывать этот процесс снова и снова и снова и снова, пока это не станет настолько же естественным в вашем мышлении, как естественное рождение вашего тела. Я имею в виду просто настолько реальным для вас знать, кто вы на самом деле. Когда вы были рождены свыше, ваш духовный человек был пересотворен. Ваше тело не было рождено заново, и ваш разум тоже не был рожден заново. Ваше тело, ваша плоть должна быть распята, а ваш разум должен быть обновлен. Как вы слышали этим утром? Понимаете? Это жизненно важно. Вы скажете, ну, брат Коплант, я не вижу, почему я просто не получил все точно так же, как Иисус получил все сразу. Позвольте мне спросить вас, что произошло с Иисусом, когда он получил свое прославленное тело и свой прославленный разум, после того, как он был возрожден из смерти, ада и могилы? Что произошло с ним? Он должен был уйти, верно? Ему больше не было места на этой земле. Где бы были свидетели? Кто бы проповедовал Евангелие? Даже хотя у вас есть совершенное, стопроцентное право на возрожденное, прославленное тело, на прославленный, полный Святого Духа разум, Бог, по сути, сам Господь Иисус, фактически, попросил вас задержаться на какое-то время и быть его свидетелем на этой естественной смертной земле. Что же он сделал дальше? Он дал вам свое помазание для вашего разума. У нас есть ум Христов. Он дал вам свое собственное помазание для вашего разума. Он дал вам свое собственное помазание для вашего тела. Он дал вам свое собственное помазание для ваших финансов. Он дал вам себя как вашего Господа и вашего первосвященника, и послал вам Духа Святого, чтобы учить и тренировать вас. Вот еще одна вещь, о которой вам действительно нужно много размышлять. У вас есть духовные... Я стараюсь сказать это красиво, но не так много способов, как можно сказать это красиво. У вас есть духовные внутренности. У вашего духовного человека есть духовные внутренности, духовные органы, духовные кишки. Точно так же, как они есть у вашего тела, чтобы делать определенные вещи. И так как мы никогда не смотрели на это таким образом, у нас есть очень мало понимания в этом. Но вам нужно обновлять ваш разум в этом, чтобы вы понимали, что духовный человек не менее реален, чем тело. Дух более реален, чем физическое тело. Вы есть Дух. У вас есть Душа, и вы живете в теле. Потому что ваш Дух может жить без вашего тела, но ваше тело не может жить без вашего Духа. Выйти из тела значит водвориться у Господа. Но также я имею в виду, вы можете взять этот же самый отрывок, потому что есть места Писания, которые говорят это, но вы можете добавить это сюда. Быть вне тела значит упасть замертво на пол, если смотреть с другой стороны. Быть духовно. Быть вне тела значит водвориться у Господа. Но глядя на плотскую сторону этого, если быть вне тела, тело падает на пол. И если оно там остается, оно начинает вонять через несколько дней. Я имею в виду, в нем нет никакой жизни. Все закончено в тот момент, когда уходит Дух. Мой отец, Эй Дабл И. Копланд, умер так, как положено умерать верующему. Когда он покинул свое тело и ушел домой Господу в июне 2000 года, за две с половиной недели до этого он стал очень сонным. Ему было 96 лет. Он отдавал десятину всю свою жизнь, и хотя он, я имею в виду, он работал на компанию «Бизнес-колледж Друона», он закончил этот колледж много лет назад и стал работать в нем. Он проработал там 16 лет. Затем он уволился и начал работать на страховую компанию. И там он проработал 18 лет. Они засчитали ему это как 20 лет. Он рано ушел на пенсию, так что он мог помогать Глории и мне в этом служении, когда мы начали его. И он работал в миссии Каннета Копланд 24 года. И он ушел на пенсию. Когда он ушел на пенсию, все его, вся его пенсия и все остальное, что он заработал на других работах и так далее, я имею в виду, все это происходило за 4 или 5 лет до того, как он ушел на пенсию из миссии Каннета Копланда. Но он и моя мама. Они поженились в декабре 1927 года. Когда они поженились, они дали обещание отдавать десятину, и они включили это обещание в свою брачную клятву. И они поблагодарили Бога в тот день, когда поженились и сказали, «Мы будем отдавать десятину со всего, чем ты благословишь наши руки». И они делали это. И знаете, у моего отца по-прежнему есть деньги в банке. Он уже ушел на небеса. И после этого у него еще остались деньги в банке. Бог заботился о нем все эти годы. Он никогда не оставался без работы более 24 часов во время Великой депрессии. Они жили на равнинах Северного Техаса, где депрессия была с 1900 года. Я думаю, что депрессия по-прежнему продолжается в тех местах, откуда они родом. Боже мой! О, Господь, Боже мой! Это место было тяжелым, особенно в те дни. А они были благословлены все эти дни. Единственное, что я мог сделать для моего отца финансово за эти годы, это было то, что я покупал ему на Рождество и день рождения, или все, что я хотел сделать для него, потому что он точно не испытывал нужды, так как Бог заботился о нем все эти годы. Даже после того, как он совсем полностью перестал работать или делать еще что-то, Бог постоянно наполнял его банковский счет. Он сам заплатил свое пребывание в доме престарелых. Он сам оплачивал все свои расходы, оплачивал все. Он написал в своем завещании, в самом начале завещания, в случае любой моей смертельной болезни, если у меня будут какие-то счета, долги от моего имени, пожалуйста, возьмите мое имущество и оплатите их. Это было первым пунктом, который он написал в завещании. Оплатите мои счета, Боже мой. И Бог позаботился о нем. Я сказал все это потому, что я хочу показать, насколько реален этот внутренний духовный человек. Этот внутренний человек. Когда вы становитесь знакомы со своей духовной сущностью, вы поймете, что когда вы едите духовную пищу, которая есть Слово Божье, тогда внутри вашего духа, внутри вашего духовного человека происходят процессы, которые берут эту пищу, разделяют ее так, как ваше тело разделяет физическую пищу, которую вы едите, разделяет ее и производит определенные химические процессы, чтобы питать ваше физическое тело. А ваш дух берет Слово Божье и выделяет из Слова Божьего веру сначала. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И у вашего духа есть внутренние органы. Он может это делать. Я подхожу к этому месту, потому что я хочу, чтобы вы видели, что вера была рождена внутри. Когда Адам потерпел поражение в Эдемском саду, когда Адам согрешил, все в нем было извращено. Оно никуда не ушло. Оно было извращено. Это слово однокоренное с вращением, перекрученные, извращенные. Извращенные мысли – это перекрученные мысли. Извращенные, плотские законы мира – это перекрученные, перевернутые законы Бога. Итак, что произошло с Адамом? Когда Бог сотворил его, внутри него была вера. Когда Бог сотворил его, внутри него была любовь. А внутри него была смелость. Когда Бог сотворил его, что у него было? Любовь, радость, мир, благость, доброта, воздержание, кротость, самоконтроль, вера, терпение. В нем были все эти вещи. Верно? Чем они являлись? Это были духовные силы. Или духовные внутренние процессы. И они работают. Вера была внутри. Но то, что произошло с ним, когда он согрешил... Понимаете, позвольте мне отвлечься на секунду. Римлянам 10.17. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Когда Бог говорил «Адам», Адам просто прибегал. Но теперь, когда он согрешил, когда духовная смерть закрепилась в его духе... Духовная смерть — это отделение, отсоединение от Бога. Бог есть наша жизнь. Отсоединение от Бога. Божья жизнь ушла из Адамы. Поэтому затем Богу пришлось работать с человеком через его разум, через его душу. Потому что это было единственное, что работало. Что же произошло, когда Бог пришел после того, когда Адам согрешил? И духовная смерть уже наполнила его дух. Уже укоренилась его духе. Бог сказал «Адам!» Что произошло? Вместо веры там был страх. И Адам убежал от Бога. А вместо того, чтобы бежать к Богу, он убежал от него. Страх движется в полностью противоволожном направлении от веры. Это та же сила. Но она движется в другом направлении. Страх — это вера в чью-то способность повредить вам. Страх перед диким животным. Страх перед змеями. Страх перед чем-то. Это вера в это. Понимаете? Это извращенная, перекрученная, искаженная вера. Но когда вы родились свыше, страх превратился в веру. В действительности он не превратился, был убран. Теперь внутри есть новый мужчина, новая женщина. Этот новый мужчина и новая женщина теперь вместо страха имеют веру внутри себя. Вместо ненависти и разочарования у них любовь внутри. У них любовь, радость, мир, благость, кротость и так далее. Поэтому теперь, когда вы питаетесь Словом Божиим, и вы говорите «это мое», вы размышляете об этом, вы питаетесь этим, и вы принимаете это внутрь себя. Любовь берется за это, вера берется за это, мир берется за это, и начинает поглощать это и посылать это в ваше тело, туда, где необходимо исцеление. Посылает это в ваш разум, где нужен мир. И начинает работать и приказывать, и начинает направлять вас к вашему богатому месту, к месту процветания и изобилия в Боге. Понимаете? Тогда ангелы Божии начинают работать снаружи, принося вам, как ваши слуги, то, что по праву принадлежит вам. Ваш внутренний человек, духовный человек, делает то, что он должен делать. А проблема в том, что ваш разум может говорить «ну, просто замолчи, я управляю этим». И они ничего об этом не знают, и ничего не узнают. Я помню, каково было бояться. И мы будем продолжать так двигаться. Но в пятой главе послания Галатам сказано, что есть конфликт между вашим рожденным свыше духом и вашей плотью. Ваш дух ведет к Богу, а ваша плоть упирается каблуками в землю, желая по-прежнему быть начальником. Аминь. Я сказал все это сейчас, потому что я хочу, чтобы вы увидели это, и затем мы пойдем в другой сфере. Никогда не просите у Бога больше веры. Это само по себе. Помните, я сказал вам, что мы будем говорить о вере, с точки зрения веры. Для вас просить у Бога дать вам больше веры после того, как вы были рождены свыше, это поступок неверия. Это в действительности идет вразрез с вашей верой. Помните, в Евангелии от Луки ученики Иисуса сказали, «Умножь в нас веру». Он уже учил их до этого. Это записано в Евангелии от Марка. Он уже учил их и говорил им о том, что сеятель сеет слово, что Царство Божие подобно тому, как человек сеет семя в почву. Он уже дал им ответ на это. Они просто еще не поняли связи. Он сказал, «Если бы у вас была вера размером с горчичное зерно, и вы сказали бы... Другими словами, «Посейте веру». Она будет расти, она будет умножаться. Вам не нужно умолять Бога дать вам больше веры. Просто посейте ее, приведите ее в действие, примените ее. Изучайте это дольше. И изучая дольше, мы узнаем, что Иисус не только начальник нашей веры, не только автор нашей веры, Он также тот, кто развивает нашу веру. В синодальном переводе Библии сказано, «совершитель нашей веры». И это действительно отличное слово. Оно просто использовано так, что мы не сразу узнаем его, когда читаем это местописание, но мы узнаем его, когда говорим о человеке, который занимается отделкой. Моляр-отделочник, столяр-отделочник. Это человек, который делает завершающий шаг, чтобы закончить это и довести это до полного развития. То есть он берет пень и делает из него произведение искусства. А Иисус тот, кто развивает нашу веру. Но он не станет ее развивать, если вы не применяете ее. Он не может ее развивать. Он в таком положении, что для него было бы неправильно ее развивать, если вы не применяете ее. Ему пришлось бы пробиваться через воздвигнутые вами стены. А это совсем не Божий путь. Господь сказал мне пару лет назад очень ясно. Он сказал, «Когда ты просишь меня делать что-то, и ты не исполняешь свою часть веры, ты делаешь так, что мне очень-очень сложно помочь тебе». Если мы просим Бога сделать что-то и не вкладываем в это нашу веру, не вкладываем нашу веру в наши уста, и не освобождаем слова веры для того, чтобы Он с ними работал, а Иисус помазан, согласно посланию к евреям 3.1, как первосвященник над исповеданием веры, выходящим из наших уст, вот над чем Он поставлен первосвященником. Если вы говорите что-то другое, противоречащее Слову Божьему, тогда Иисус по закону не является первосвященником над вашими словами страха, над вашими словами сомнения, словами неверия или над вашей ситуацией, если для Него нет слов, с которыми Он может работать. Я немного забегаю вперед, но я хотел подвести вас к этому месту, где вы действительно понимаете и получаете хорошее представление о том, как иметь веру в вашу собственную веру. Бог дал ее вам. Она пришла с небес. Это небесная сущность. Она внутри. Она грызет удилы, стремясь вырваться наружу и сделать то, что она должна делать. Аминь. Это не второстепенное дело для Бога. Это главное дело для Бога. Поэтому скажите это вслух. Как у рожденного свыше верующего. У меня есть вера, данная мне, когда я был рожден. Когда я был рожден свыше. вера была частью моего духовного естества. Оно более реальное, чем мое физическое естество. Теперь послушайте то, что мы собираемся сказать. Дух сотворил всю материю. Материя не создала дух. Дух сотворил материю. Поэтому дух более реален, чем материя. Единственная причина, почему ваше тело кажется таким реальным вам, это потому, что вы можете увидеть его и потрогать его. Когда Адам был сотворен, его дух был более реален для него, чем его физическое тело. Он никогда не видел свое тело, пока не согрешил. До этого он не видел его. Он был облачен, покрыт. Он был коронован славой Божьей. Славное облачение было вокруг него. Слава, шекина Божья, вытекала из него. И как древние пророки, которые видели Бога таким образом, сказали, «Он огонь от чресла выше, и Он огонь от чресл и ниже». Блеск его славы, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. О, я едва могу дождаться, когда я смогу увидеть это. Слава Богу! Иисус, тот, кто развивает нашу веру, но Он не станет ее развивать, если вы не применяете ее. Он не может ее развивать. Он в таком положении, что для Него было бы неправильно ее развивать, если вы не применяете его. Ему пришлось бы пробиваться через воздвигнутые вами стены. А это совсем не Божий путь. Господь сказал мне пару лет назад, очень ясно. Он сказал, «Когда ты просишь меня делать что-то и не исполняешь свою часть веры, ты делаешь так, что мне очень-очень сложно помочь тебе. Если мы просим его сделать что-то и не вкладываем нашу веру в наши уста, и не высвобождаем слова веры для того, чтобы он с ними работал, а он помазан, согласно посланию к Евреям 3.1, он помазан как первосвященник над исповеданием веры, выходящим из наших уст. Вот на чем он поставлен, первосвященником. И если вы говорите что-то другое, противоположное Слову Божьему, тогда он по закону не является первосвященником над вашими словами страха, над вашими словами сомнения, над вашими словами неверия или над вашей ситуацией, если для него нет слов, с которыми он может работать. Я немного забегаю вперед, но я хотел подвести вас к этому месту, где вы действительно понимаете и получаете хорошее представление о том, как иметь веру в вашу собственную веру. Бог дал ее вам. Вера пришла с небес. Это небесная сущность. Она внутри. Она грызет удила, стремясь вырваться наружу и сделать то, что она должна делать. Аминь. Поэтому нашей вере нужно выйти на поверхность и ухватиться за это таким образом. Поэтому первый шаг — это иметь веру в вашу веру. У вас нет веры, которая не будет работать. У вас нет. Возможно, у вас есть недостаточно развитая вера, но у вас нет веры, которая не будет работать. Она придет к Слову Божьему. И вера была дана вам. Это дар Божий. Изучая ее, думая о ней, вам нужно разбираться в Писании с таким вопросом. У кого есть вера? Мы знаем, у кого она есть. У рожденного свыше чада Божьего. Кто может использовать веру? Является ли она чем-то, что просто средний прихожанин церкви иногда может использовать, а иногда нет? Является ли она чем-то, что на индивидуальной, от чуда к чуду основе, которую Бог в своей великой бесконечной мудрости... И у Него есть великая бесконечная мудрость, но дело не в этом. Итак, Он в своей великой бесконечной мудрости сидит и смотрит на все различные церковные служения где-то, и Он, наконец, сказал, «Ну, так как она страдала так долго, она доказала, каким стойким солдатом она является. О, да, сегодня ее удачный день! Но все вы остальные можете забыть о вере. Вы ее не получите. И Бог не уважает одних людей больше, чем других. Он уважает веру. Почему же это так? Кто может использовать веру и почему? Почему это так тщательно охраняется? Две причины. Во-первых, чтобы держать дьявола подальше от этого. Наша молитвенная система имеет в себе систему защиты точно так же, как в банке есть система защиты. Мне не важно, если вы положили деньги в банк на свое имя, и вы знаете, кто вы такой. И в банке могут знать, кто вы такой. Но вы не можете пойти в этот банк и биться, и ныть, и скулить, и падать на пол, и стучать по столу президента банка. Вас вынесут из банка под руки. Я хочу мои деньги. Я хочу мои деньги. Почему никто не даст мне мои деньги? Никто не хочет, чтобы у меня были мои деньги. Я хочу мои деньги. Вы не станете себя так вести. Я бы тогда смог получить ваши деньги, если бы такое поведение позволяло забрать ваши деньги из банка. Любой мог бы получить ваши деньги, если бы такое позволяло забрать ваши деньги из банка. Вот почему они не позволяют никому получить их, пока вы не пройдете соответствующую процедуру, чтобы они могли защитить ваши деньги от воров. В Библии сказано, «Не бросайте ваш жемчуг свиньям». Они поднимутся и растопчут вас вместе с ним. Они перевернут это, исказят это, и используют это против вас. И это то, что дьявол пытается сделать. Поэтому Бог защитил нашу молитвенную систему. Просто любая старая. Неужели я почти сказал это? Позвольте мне перефразировать то, о чем я сейчас думал. Просто любая старая, ноющая, скулящая молитва не добьется ничего. Есть молитвенные процедуры. Различные виды молитвы. Есть ходатайственная молитва, есть молитва веры, которая изменяет окружающие вещи. И все эти молитвы совершаются в вере. Но есть различные духовные законы для этих молитв. Так что если вы молитесь одной молитвой в другой ситуации, пытаясь молиться молитвой веры, которая изменяет вещи за себя лично, и вы пытаетесь молиться молитвой веры по правилам ходатайственной молитвы, это превращается в неверие. Вы скажете, «Ну а как же мне узнать?» Вот о чем Библия. Вот зачем вы здесь. Вот почему ваши записи, которые вы делаете, так важны. И вы не усвоите это, просто прослушав это один или два раза. Вам нужно погружаться в эти проповеди на дисках, углубляться и углубляться в них, и слушать их. Вы не слушаете ваши проповеди на дисках ради развлечения. Дело не в этом. Это серьезное дело. Конечно, вы наслаждаетесь этим. Я наслаждаюсь этим, да. Я люблю откровения Божьи. Но истина в том, что вы делаете это, чтобы питать вашу веру и питать ваш дух, и назидать его, чтобы вы знали, как действовать в этих сферах жизни и веры. Есть один из способов служения верой. Я делаю это прямо сейчас. То, что я делаю сейчас, я твердо основал на Писании и на Слове Божьем. И я делаю это верой. Есть способы, как служить верой. Если бы я служил молитвой и возлагал руки, я служил бы верой. Я видел, как люди возлагают руки на людей, а потом разворачиваются и уничтожают все, что они делали. И делают это так быстро, что даже не понимая, что сделали это. Был один проповедник, а я стоял за сценой. Это была конференция. Там было много разных служений. И он возлагал руки на больных. Я знаю, что это звучит чудесно. Это звучало хорошо и воспринималось хорошо на уровне разума. Вот почему он делал это. Он делал это не потому, что пытался сделать это неправильно. В то время, как он делал это, я думал, что это звучит чудесно. Пока Господь не вмешался и просто не исправил меня. Скажите, ну а почему же Бог не исправил его? Тот человек никогда не просил Бога исправлять его. Я попросил Бога исправлять меня. Я заключил с ним рабочее соглашение. Я сказал, «Всякий раз, когда ты услышишь, как неверие выходит из моих уст или проходит через меня, останавливая меня на месте, я исправлю это». Мне не важно, если я проповедую. Я остановлюсь и исправлюсь. Я делал это неоднократно. Скажу вам, это обходится слишком дорого. Слишком дорого для помазания. Слишком дорого финансово. Слишком дорого для вашего здоровья. Аминь. Поэтому, когда тот служитель закончил, он возлагал руки на всех тех людей, и говорю вам, там было помазание в той молитвенной очереди. Он вернулся, зашел за сцену, упал на колени и сказал, «О, Боже мой, Боже мой, пожалуйста, помоги. Помоги тем, кто не получил ничего». Я не знаю, почему они не получили ничего. Я не знаю, почему они ничего не получили. Помоги им, Господь. И я подумал, «О, он сказал, что они не получили. В его сердце такое сострадание». Но Господь сказал, «Это сердце наполнено состраданием, но оно заблуждается». И он только что разрушил почти все, что он там сделал. Я сказал, «Почему, Господь?» Он ответил, «Мое слово говорит, возлагайте руки на больных, и они будут исцеляться, выздоравливать». Он сказал, «Это все, что я сказал тебе делать». И он сказал, «Там было много людей в той очереди, для которых его вера была единственной искоркой веры, которая действовала». Они не знали, как верить. Они просто стояли там, делая все возможное. А затем этот служитель решил, что там были многие из тех, кто ничего не получил. Он просто забрал то немногое, что работало, понимаешь? Ты так никогда не делай. Когда вы возлагаете руки, когда я возлагаю руки на кого-то, на словании веры, понимаете, «Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета». Я собираюсь сделать это, потому что Господь направляет меня делать это. «Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета». Я пока еще не коснулся ее. Я еще не высвободил свою веру. Я собираюсь прикоснуться к ней и высвободить мою веру в то же самое время. В этом случае, «Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета». Я делаю это из послушания Иисусу. Он сказал, «Возлагай руки на них, и они будут исцеляться, будут выздоравливать». У меня есть руки, а у Него есть исцеление. Но теперь я делаю это в вере. Я делаю это в послушании тому, что Он сказал, и я верю в это. Я не собираюсь судить, произошло исцеление или нет, по ее телу, или ее глазам, или разуму, или выражении лица, или почему-то еще. Я не собираюсь оценивать по всем этим факторам. Я сужу потому, что Он говорит. Поэтому во имя Иисуса в послушании заповеди Господа Иисуса Христа, Господа главы церкви, который сказал, «Возлагайте руки на больных, и они будут исцеляться, будут выздоравливать». В тот момент, когда я возлагаю мои руки на нее, я высвободил мою веру во имя Иисуса. Это не моя собственная личная вера. Это моя личная вера, но она не используется таким же образом, каким я получаю для себя от Бога. И много людей не понимают разницы, и им просто тяжело в этом. Но вам не будет тяжело, если вы останетесь в этом. Размышляйте об этом. Учитесь тому, как работает эта система, потому что она работает точно так же каждый раз. Я могу использовать свою веру, чтобы служить ей, и пропустить это физически самому, потому что я использую мою веру в другом направлении. Я использую это на основании того, что Иисус сказал о служении ей. Это не исцелит меня, пока я служу ей, если только я не верю в это. Если же я использую мою веру в этом направлении, это будет так. Ко мне подходили люди и говорили, ну, скажу вам, я знаю сестру такую-то, которая вымаливала пробуждение в своем районе, и она умерла, и у нее никогда не было проявления процветания от Бога. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это печально. Но это не доказательство. Нет, нет. Я имею в виду, когда они узнали, человек, который сказал это, я ответил ему, позвольте мне добавить к этой дилемме. Я сказал, возможно, она вымалила пробуждение во всем том районе, и никогда не получила процветания от Бога. Жила на пособии, едва перебивала всю свою жизнь, молилась и лежала больная в постели, и умерла больной. И что теперь? Он просто хлопал глазами. Он не знал, что я собирался улучшить его аргумент. Я сказал, это означает, что эта дорогая сестра, святая Божья, лежавшая в той постели, имела сострадание к душам. Она изучила Слово Божье о ходатайственной молитве, и она молилась этой молитвой в могуществе, силе и чести перед Богом, пока слава Божья не сошла на тот район, и не пришло пробуждение. Но никто никогда не говорил ей, что она может процветать финансово. Так что она никогда не слышала Слово Божье об этом. Она никогда не изучала Слово Божье об этом. возможно, это ее не заботило, потому что она была занята другим. Но подумайте, что она могла бы сделать, если бы она развила свою веру в финансовой сфере? И подумайте, что она могла бы сделать, если бы она услышала, что Иисус исцеляет сегодня? Она могла бы сделать это хорошо Она могла бы подняться и быть посреди этого пробуждения Финансировать его, построить церковь там, где ее нужно было построить И проблема была не в Боге Проблема была проблемой на уровне слова, которая питает веру Я провел так много времени, служа другим людям В течение одного периода времени в начале моего служения Что я пренебрегал моей собственной верой Не уделял этому времени Развивал веру для служения другим И это почти убило меня Бог обличил меня в этом Он вытащил меня из этого и сказал, исправь это Он сказал, ты изливаешь свою духовную жизнь Когда ты служишь людям И ты не уделяешь времени, чтобы восполнить ее Разве это не открывает вам глаза на некоторые вещи? Понимаете? Вы можете очень быстро увидеть это Когда вы просто думаете немного в этом направлении И изучаете это в Слове Божьем Вы можете видеть, что это абсолютно истина Помните, когда Петр вошел через красные ворота в храм И поднял того хромого человека за руку Он и апостол Иоанн Поднимись и ходи И тот человек начал прыгать, скакать и прославлять Бога Бегать по храму И апостол Петр сказал, это было не из-за нашей святости Или не из-за того, что я апостол Это не имеет никакого отношения к этому Он сказал, это была вера во имя Иисуса, которая укрепила этого человека Так что вера Петра и вера Иоанна Были высвобождены в Слове, которое они слышали перед тем, как Иисус ушел и воссел одесной Отца Когда Он сказал, во имя Мое Идите по всему миру Разве вы не знаете, что это зажгло их веру? Боже мой У них не было намного больше откровения, чем это в то время Им нужно было возрастать в откровении Потому что то, что они видели в течение трех с половиной лет служения Иисуса Они видели не как рожденные свыше люди Тогда никто не переживал о рождении свыше Иисус служил как пророк по Ветхому Завету до тех пор, пока Он не пошел на крест Воскрес из мертвых Был прославлен и посажен одесной Отца Небесного И тогда рождение свыше стало доступным Именно тогда они родились свыше Теперь они видят все в совершенно другом свете Теперь они уже рождены свыше, крещены Духом Святым Теперь что-то было в их сердце Что они с трудом могли бы понять за несколько дней до этого Аминь! Аллилуйя! И вот теперь апостол Петр хочет объяснить это Он говорит, это не потому, что я апостол Или потому, что я следовал по стопам Иисуса Нет, это вера в Его имя укрепила этого человека Итак, как приходит вера? От слышания И слышания Слова Божьего Аминь! Слышание приходит по вере Вера приходит от слышания А слышание от Слова Божьего Изучите для себя это У меня нет времени углубляться в это прямо сейчас Аминь! Итак, Кто может использовать веру? Посмотрите 11 главу Евангелия от Марка Собственное личное учение Иисуса И обратите внимание Что в этой 11 главе Обратите внимание на 12 стих На другой день, когда они вышли из Вифании Он взалкал Это было утром Увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел Не найдет ли чего на ней Но придя к ней, ничего не нашел И сказал ей Иисус Отныне Да не вкушает никто от Тебя плода вовек И слышали то ученики Его То есть это было что-то, что Иисус сказал достаточно громко Чтобы ученики могли слышать Пришли в Иерусалим Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме Из стола именовщиков Из камней продающих голубей опрокинул И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь И учил их, говоря Услышали это книжники и первосвященники И так далее Когда же стало поздно Он вышел вон из города Прошел целый день С того времени Как он проговорил к смоковнице И теперь Он направляется назад, в Вифанию И изучая Писание Вы знаете Петра Достаточно хорошо, чтобы знать И я тоже И он продемонстрировал это прямо там, на следующее утро Если бы эта смоковница завяла в тот вечер Петр бы сказал Что-либо об этом Потому что он следил за этим Знаете, Петр был таким человеком Который сначала говорит, а потом думает Я знаю еще одного такого человека Очень хорошо Лично знаю Итак, утром, когда они проходили мимо То есть 24 часа спустя По утру Проходя мимо Увидели, что смоковница засохла до корня И вспомнив Петр говорит о мурави Посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла Он сказал бы что-то предыдущим вечером Если бы было какое-то физическое свидетельство Что то дерево засохло Заметьте кое-что В оригинале сказано, что смоковница засохла от корня Слово веры Вера – это духовная сила Мы посмотрим на это Следующий вопрос, на который нам нужно ответить Что это? Что такое вера? Не что она делает, а чем на самом деле она является Мы поговорим об этом и духовно ответим на это Но прямо сейчас давайте вернемся к этой ситуации Эта духовная сила не действует снаружи, внутрь Она действует изнутри наружу Это то, как духовные вещи работают Все всегда начинается с корня Иисус, отвечая, говорит им Имейте веру Божью Или имейте Божий вид веры Это буквально перевод В некоторых сносках так именно и сказано У меня в Библии так сказано Ибо истинно говорю вам Если кто Вот кто имеет право использовать веру Вот кто имеет право использовать веру Не только проповедник, учитель воскресной школы Не только та группа, или эта группа, или вот эта группа Я имею в виду Любой неверующий в мире Имеет право использовать веру и родиться свыше Слава Богу! Аминь! Если кто Скажет горе Сеи Поднимись И ввергнись в море И не усомниться в сердце своем Но поверить, что сбудется по словам его Будет ему, что не скажет Позвольте мне показать Насколько важен этот процесс Он сказал про веру один раз Но про то, чтобы мы говорили Три раза Именно с этим у людей возникают проблемы и трудности Ну, конечно же, надеюсь на это, брат Коплант Пока вы ничего не сделали Кроме того, что надеялись Вера является осуществлением того, на что мы надеемся Вам придется взять эту веру Вам придется взять Слово Божье На котором основана ваша вера Вложить это в ваши уста Вложить вашу веру в ваши уста И высвободить ее через слова веры И затем не отступать от этого Никогда больше ничего не говорить об этом Не говорить ничего другого Чтобы противоречило вашей вере И не препятствовать этому из страха Или из-за того, что вы чувствуете по поводу этого Вы дали Иисусу ваши слова веры Чтобы он работал с ними Вы применили эти слова веры к этой горе Не забирайте их назад Держите на привязи вашу плоть Охраняйте ваш разум Не позволяйте Ему говорить ничего противоречащего Тому, что вы сказали верой Аминь Посмотрите, насколько это важно Иисус сказал Потому говорю вам Он также сказал Если кто Это включило в себя всех людей Кто слышал его, верно? Если кто Скажет Горисей Поднимите верность море И не усомнится в сердце своем Но поверь, что сбудется по словам его Будет ему, что не скажет Вот что-то Что Иисус хотел, чтобы произошло Это что-то, что Он хотел, чтобы произошло Он хотел, чтобы Когда эти люди молятся Когда они слышат эти принципы Чтобы они использовали их На одних основаниях с Ним Как Он привел это в действие Как Он привел свое желание В действие Послушайте его еще раз Послушайте, что Иисус сказал На этот счет Если кто Скажет Горисей Поднимись и вернись в море И не усомнится в сердце своем Вы думаете, что Иисус сомневался В своем сердце, когда Он молился? Нет, нет, нет Конечно же нет Послушайте Будет ему, что не скажет Потому говорю вам Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите И будет вам Он использовал именно тот принцип Который Он только что применил К этой смоковнице Он использовал именно тот принцип Который Он написал в 23 стихе И в 24 стихе Он развернулся и привел его в действие Слава Богу И Он высвободил его на земле Для тех, кто стоял там И благодарение Богу Для вас и для меня тоже Аминь Для тех, кто позже Будет жить на этой земле Кто может использовать веру? Всякий Но не просто всякий Всякий, кто скажет Если кто скажет У вас могут быть мысли веры И они чудесные Они хорошие У вас должны быть мысли веры Но они не набирают полную силу До тех пор, пока вы не выскажете их Слава Богу Встаньте, и мы сделаем это Начните видеть себя с этим Вместо того, чтобы видеть себя без этого Начните видеть себя принимающими А не терпящими неудачу Начните видеть себя поднявшимися и идущими А не терпящими неудачу и падающими Отставшими Уделите время для того, чтобы увидеть себя в Слове Божьем Вместо того, чтобы видеть себя Противостоящими обстоятельствам мира Слава Богу Аллилуйя Отец, мы прославляем тебя сегодня И мы благословляем тебя Мы благодарим тебя за движение Славы Божьей по всей этой земле И Отец, мы сегодня здесь, чтобы учиться И изучать И открывать наше сердце и наш разум Для откровения с небес Слава Богу Чтобы мы пребывали и исполняли нашу часть В славе Божьей И реке славы Которая будет течь Из нашего чрева И мы воздаем тебе хвалу И мы благодарим тебя за это Благодарение есть в наших сердцах И на наших устах Во имя Иисуса Аминь Вы можете садиться 1 Иоанна 5 глава С 1 стиха Всякий верующий, что Иисус есть Помазанный, от Бога рожден И всякий любящий родившего Или всякий любящий отца Любит и рожденного от отца Что мы любим детей Божьих Узнаем из того Когда любим Бога И соблюдаем Заповеди Его Ибо это есть любовь к Богу Или Это есть любовь Бога Чтоб мы соблюдали заповеди Его И заповеди Его Не тяжки Ибо всякий рожденный от Бога Побеждает мир И сия есть победа Победившая мир Вера наша Кто побеждает мир Как не тот, кто верует Что Иисус есть Сын Божий Слава Богу Итак, мы говорим О преимуществе верующего Каждый рожденный Свыше верующий С того момента Как он или она Принимает Иисуса Христа Как своего Господа и Спасителя Имеет очень-очень явные Преимущества перед миром Основным из них является вера Которая была посеяна Внутри нас Так как с этой верой И законами Которые управляют верой И это важно для вас знать И мы поговорим об этом Законы, которые управляют верой Это точно те же самые законы Которые управляют Всеми остальными силами Божьими Вера Вы помните, что Библия говорит Пачи или Выше всего взять щит вера Есть шлем спасения Броня праведности Ваши чресла припоясаны истины Эти три вещи просто как пример Почему же Превыше всего нужно взять щит вера Спасение По вере Праведность По вере И Слово Божье говорит В 4 главе послания к евреям Что Слово Божье Не принесло никакой пользы Тем, кто слышал это слово Но не растворил его верой Поэтому все части Этого всеоружия Божьего Работают по законам веры И вера Это духовная сила Которая соединяет с помазанием Она является связующим звеном С помазанием Я хочу дать вам короткий отрывок Чтобы твердо основать это на Писании Вы помните женщину Страдавшую кровотечением В 5 главе Евангелия от Марка Она коснулась края одежды Иисуса Иисус проповедовал везде Куда бы он ни шел Что Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня Это было именно помазание Которое уничтожает ермо И снимает бремена У нее были бремена и ермо В нескольких различных сферах ее жизни Долгое время она страдала кровотечением Она обращалась ко многим врачам Ей стало только хуже Ей не стало лучше Но стало только хуже И она потратила все, что у нее было И теперь она в нищете Она больна И по закону ей нельзя находиться в публичном месте Среди народа израильского Из-за этого кровотечения У нее много проблем Но она коснулась края одежды Иисуса И в Библии сказано, что Иисус знал, что из него вышла сила Мы знаем из изучения Слова Божьего Что этой силой было помазание Божье Аминь Однако потом Иисус сказал ей Дочь, вера твоя сделала тебя целостной Почему же Иисус не сказал Мое помазание сделало тебя целостной Там было много людей, которые касались Иисуса И он оставался таким же помазанным для каждого из них Кто коснулся его, как и тогда, когда она прикоснулась к нему Но когда она прикоснулась к нему в вере Потому что она говорила Слова веры Она услышала об Иисусе Или другими словами Она услышала, что он проповедовал Она услышала, что он был помазан Она подошла сзади в народе Она коснулась края его одежды Потому что она говорила Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею Она не говорила «я буду исцелена», она говорила «я стану целостной». Так что нищета остановилась тот день в ее жизни. Кровотечение остановилось тот день, ее тело было восстановлено от всего, что сделали врачи, от всех их ошибок в ее теле, и всего, что там еще было. Но помазание сделало все это. Вы видите, что ее вера соединилась с помазанием. И когда вера высвобождена, помазание – это то, к чему стремится вера. Помазание – это то, чего достигает вера. И позвольте мне снова вам напомнить, что мы сказали. Каждый верующий имеет явное преимущество. Законы веры управляют всеми остальными силами Божьими. Вы знаете, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И любовь тоже. Любовь в Божье приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Радость приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мир приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Благость приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Понимаете, законы веры управляют всеми законами в Царстве Божьем. Аминь. И мы узнали это. Я просто перечислю эти места Писания, что вы могли их записать, а потом вернуться и изучать весь этот материал сами. Послание к римлянам, 10 глава. С 6 по 17 стихи. Римлянам, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 1 по 5 стихи. Мы их только что прочитали. Ефесянам, 2, 8. Деяния апостолов, 14 глава, с 5 по 10 стихи. Второе послание к фессалоникийцам, 3, 2. И Галатам, 5 глава, с 22 стиха. И дальше включая 6 главу послания к Галатам. Можно сказать, 2 половина 5 главы и 6 глава послания к Галатам. Все эти места Писания указывают на тот факт, что рожденный свыше верующий уже имеет веру Божью, вложенную, помещенную в его или ее сердце. Когда ваш дух был рожден свыше, эта высвобожденная вера соединилась с помазанием. И когда это произошло, Святой Дух дал рождение вашему духу. И эти вещи были рождены внутри вас. На последних собраниях мы говорили о том, у кого есть власть, согласно Писанию, использовать веру, и использовать ее целенаправленно. Я был так впечатлен. Когда я родился свыше, говорю вам, у меня была жажда, жажда узнать что-то о вере. Везде, где я смотрел, я хотел узнать о вере. И я не знал. Я имею в виду, я был невеждой в вере. Я был невеждой в Писании. Я не знал ничего. Я знал лишь только, что все согрешили и лишены славы Божьей. Я знал пару заповедей. И это почти... почти все. Аминь. Мы с Глорио оба были как маленькие дети. Но мы окунулись в Слово Божье. Я ходил и спрашивал людей, как использовать веру. И они говорили мне быть осторожным, внимательным. Они знали не больше, чем я. И я слышал... Я шел и слышал, как разные люди проповедуют. И они проповедовали, что вам нужно иметь веру. И что произойдет, если у вас есть вера. И я думал, ну, хорошо, в следующее воскресенье я смогу получить ее. И я приходил, и они проповедовали о жале во плоти Павла. Затем они проповедовали в следующее воскресенье об Иове. И они проповедовали из книги Откровения много-много раз. И я ничего из этого не понял. Потому что они ничего об этом не знали. Потому что ни в чем из того, что они проповедовали, не было этого элемента веры. Поэтому на самом деле не было чем растворять. И я просто двигался от одного места к другому. Я не знал, в каком направлении вообще двигаться. Я не знал, кто знает, а кто нет. Я просто думал, что все мы одинаковые. Иногда это было как холодный душ. И некоторые из них говорили, парень, скажу тебе сразу. Ты будь поосторожнее с этой верой. И я подумал, я сказал Глория, когда прочитал 11 главу послания к евреям. Я сказал, Глория, смотри, смотри. Она подошла, и я сказал, смотри, это галерея Героев Веры. И вся она о вере. И я сказал, Глория, мы должны как-то ее получить. Я не знал, что она у меня уже есть. И говорю вам, Когда я впервые услышал, и когда я отправился в университет Урелла Робертса, я наблюдал за братом Робертсом, и я очень быстро понял, что он использует свою веру целенаправленно. Он использует ее так, как механик использует ключ. Это инструмент. Это инструмент его работы. И я нашел место писания, которое говорит, что праведный верой жив будет. И я подумал, знаете, если праведный, я имею в виду, это не только проповедники. Это не только люди, призванные возлагать руки на больных. Это не только люди, призванные выполнять особую работу в теле Христовом, или что-то такое. Речь идет обо всех верующих. Если праведный, верою жив будет. И я подумал, ну да, думаю, я праведный, хотя я не знаю. Но я узнал, что слова праведный и праведность перевод одного и того же слова с греческого языка. И я начал углубляться в это. И это было по вере. И я подумал, куда же мне двигаться? Двигаться дальше. И кто-то дал мне запись проповеди Кеннета Хейгена. И он начал давать мне практическое знание этого. И я подумал, мне нужно иметь это. Мне нужно все, что есть у этого человека. Я хочу, чтобы у меня были все его книги, все записи, которые только могли попасть мне в руки. И я нырнул в это, как горячий человек прыгает в озеро. Я так искал этого. Я узнал, что я могу использовать мою веру целенаправленно. направлять ее специально, чтобы я мог питать ее. И чтобы я мог развивать ее. И я смог узнать, откуда она пришла. И как ее получить. Я узнал, что она уже есть у меня, что она внутри меня. Но в то же самое время я должен был научиться, как попасть в такое положение, где она действует. Как добраться до нее. Потому что, если вы не сделаете это, вы попытаетесь использовать ее своим разумом. А вера находится не в вашем разуме. Она в вашем духе. Я слышал, как люди говорят, что, знаете, вера — это состояние разума. Нет, это не так. Она приводит разум в определенное состояние. Но она не является состоянием разума. Вы можете услышать множество разных вещей. В странных вещах о том, что такое вера. И на самом деле, я хочу показать вам из слова, что такое вера. Мы читаем Евангелие от Марка 11, 23, где Иисус сказал, что если кто скажет горе, поднимись и вернись в море. Так что всякий, у кого она есть, имеет право по Писанию использовать ее. Теперь мы узнали, у кого она есть. Каждый человек, сделавший Иисуса Христа Господом в своей жизни, имеет ее. Поэтому каждый рожденный свыше ребенок Божий не только имеет право по Писанию использовать свою веру, но ему также заповедано использовать его веру. И мы узнаем из 11 главы послания к евреям, 6 стиха, что без веры угодить Богу невозможно. Есть еще одно местописание, которое уже несколько раз упоминалось на этих собраниях. о том, что Богу угодно. Невозможно угодить Богу без веры, и Богу угодно. Невозможно угодить Ему без веры, а также Богу угодно процветание Его слуг. Теперь вы можете видеть, почему невозможно угодить Ему без веры, потому что Ему доставляет удовольствие давать. Он тот, кто дает, а не тот, кто забирает. Он даятель. Он получает свое удовольствие от даяния. Бог так возлюбил мир, что отдал. А без веры вы не можете принять это. Поэтому это оставляет Его даяние незавершенным. Бог даятель. О Нем лгали, о Нем рассказывали всевозможные странные истории, о том, как Он не любит, чтобы у кого-то что-то было, что Он может не хотеть, чтобы вы исцелились, что Он может не желать, чтобы вы... что вы все равно Ему не нравитесь. А как насчет Иоанна 3,16? Куда это делось? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». И Он пожертвовал ни одним из Своих ангелов. Он не пожертвовал ничем другим. Он отдал самое лучшее, что у Него было. Аллилуйя. Аминь. Теперь вы можете видеть, почему вера настолько важное изучение. И почему так важно для Бога, что вы никогда не прекращали изучать эту тему. Даже когда вы изучаете другие вещи, если вы собираетесь изучать помазание, вам придется изучать веру. Если вы собираетесь изучать Слово Божье, вам придется параллельно изучать веру, прямо там же, вместе с этим. И оставайтесь в законах веры, потому что без веры Богу угодить невозможно. Если вы не можете получить что-либо по вере, тогда вам не должно быть никакого дела до этого. Поэтому вы должны жить верой. Ваша жизнь должна поддерживаться верой. Аминь. И вера ухватится за все, что обещано любому верующему через Слово Божье. И это все, что Бог пообещал Аврааму. Слава Богу! Я сделал посвящение Богу, что все, что Он приготовил для Глории и для меня, и для нашей семьи, и для этого служения, и для наших партнеров, я не хочу оказаться на небесах и не собираюсь оказаться на небесах так, чтобы половина этого небесного склада была еще полна тех вещей, которые Бог приготовил. Нет, я хочу принять это все. Я хочу, чтобы там было пусто, когда я приду туда. Слава Богу! Это имущество должно быть на этой земле, а не оставаться на небесах. Аминь! И вера это небесное осуществление, сущность, которую Бог дал вам, чтобы соединить вас с небесным обеспечением. Слава Богу! Моя проповедь об этом просто сделала меня счастливым. Слава Богу! Я проповедую об этом более 40 лет, и я еще не закончил проповедовать об этом. Я просто люблю проповедовать об этом. Слава Богу! Давайте откроем третью главу Деяния апостолов. Я так рад. Мне предстоит прочитать несколько мест Писания, потому что я хочу, чтобы Слово Божие говорило. Я пытаюсь сам все говорить, но я хочу, чтобы Библия говорила здесь сегодня. Деяния апостолов. Третья глава. Двенадцатый стих. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит». Шестнадцатый стих. «И ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете». Его призвание апостола, его призвание к специальному поручению, ведь он был особенным образом призван и назначен Богом для определенного дела. Однако он сказал, «Моя вера пришла не из-за этого. Любой рожденный свыше верующий входя через те красные ворота в тот храм в тот день, имел точно такое же право сказать точно то же самое тому хромому человеку, что сказал апостол Петр. Конечно, на апостоле Петре было особенное помазание, но в тот день он вам ясно объяснил, что это была работа не такого особого помазания, это была вера во имя Иисуса, которая укрепила того человека, того хромого». Давайте откроем первую главу первого послания Петра. И давайте начнем читать начнем читать с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Помазанного, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Помазанного и Его помазания из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вы видите, как вера была поставлена здесь? А теперь давайте перейдем к первой главе второго послания Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Равнодрагоценную веру». У вас такая же вера, какая была и у апостола Петра. Нет двух или трех различных видов веры. Нет веры апостола, нет веры пророка, нет веры учителя, нет веры ангелиста, нет, нет, нет. Нет веры ранней церкви, потом веры средней церкви и потом веры поздней церкви. Нет, нет, нет. Иисус, начальник и совершитель нашей веры, Он автор нашей веры, это Его вера. И у апостола Иоанна была та же самая вера. Ну да, но у них ее было больше, чем у меня. Нет, каждому человеку была дана определенная мера веры. Не какая-то мера, а определенная мера веры. Слава Богу. Рады вы не знаете, брат Копланд, Иисус сказал, что если бы вера ваша была с горчичное семя, с горчичное зерно, Иисус говорил не о ее размере. Он говорил вам о принципе, что вам делать с горчичным зерном. Ваша вера может быть совершенно новой. Возможно, вы спаслись всего несколько минут назад, но подумайте, ее было достаточно, чтобы вы полностью родились свыше, были вырваны из глубин греха, слава Богу, вырваны из того, где вы были мертвы в ваших прегрешениях и грехах, и оживотворены со Христом и посажены с Ним на небесах. Такое для меня звучит не как маленькая порция веры. Но даже если... Даже если она совершенно новая. И вы едва знаете, что вам вообще делать с ней. Все, что вам нужно делать, это посеять ее, и она будет расти. Аминь. Это то, о чем Иисус говорил, когда Он говорил об этом горчичном зерне. Теперь у вас есть причина вернуться и перечитать все места Писания о горчичном зерне. Аминь. Давайте посмотрим, ведь мы процитировали послание к Евреям 11.6. Я хочу, чтобы вы сами увидели. Давайте откроем это и прочитаем. В этом стихе есть две части. Я также хочу, чтобы вы заметили кое-что из 11 главы послания к Евреям. И для начала мы прочитаем этот 6 стих. Давайте прочитаем первые 6 стихов. Евреям 11 глава. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Именно тогда вера была впервые высвождена. Та вера, которую мы с вами знаем. Она была от Бога. Читаем дальше. Так что из невидимого произошло видимое. То есть оно не было сделано из чего-то, что вы можете видеть. Это описание веры, которая созидается здесь. Никогда не ходите и не говорите «Ну, знаете, Бог сотворил все видимое из ничего». Нет, это не так. Он сотворил их из чего-то, что вы не можете видеть. Но это уж точно не было ничем. Он сотворил их из веры. И вера не ничто. Вера — это сущность. Вера есть сущность. Осуществление. Аминь. Видите это? Хорошо, четвертый стих. «Верую Авель…» Авель. Разве Авель — это рожденный свыше верующей Нового Завета? Нет. Здесь не это написано. Да, потому что он был освобожден из того места, где они были, когда Иисус воскрес из мертвых, где они содержались. Но теперь он с Иисусом. Но я хочу, чтобы вы заметили, что все в этой одиннадцатой главе, вся эта галерея героев веры здесь, все они являются верующими Ветхого Завета. Смотрите, «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верую Енох…» И дальше вы приходите к шестому стиху. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Но на этом все не заканчивается. Есть деноминации, которые заканчивают читать прямо здесь. Они останавливаются и проводят большую часть времени, говоря, уча, проповедуя, вдохновляя, продолжать верить, что Бог есть. Скажу вам откровенно, это то же самое, что болтаться на самом тоненьком волоске. Потому что всю вашу жизнь вы ждете, когда же вы попадете на небеса. «О, Боже мой, я попал на небеса, Боже мой, я попал сюда, я попал». Это славно. Но вы могли знать об этом все время, пока вы были на земле. Вы могли быть вполне уверены, убеждены, просто остановившись и познав. И вы могли быть вполне уверены в этих вещах, но заметьте, что автор посланий к евреям не остановился на этом. Он сказал, «Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Слава Богу! Он воздает! Он воздает! Аллилуйя! Бог не забирает, Бог воздает! Аллилуйя! Отец, мы прославляем Тебя сегодня, и мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за движение славы Божьей по всей этой земле. И, Отец, мы здесь сегодня, чтобы учиться и изучать и открывать наше сердце и наш разум для откровения с небес. Слава Богу! Чтобы мы пребывали и исполняли нашу часть в славе Божьей и реке славы, которая будет течь из нашего чрева. И мы воздаем Тебе хвалу, и мы благодарим Тебя за это. Благодарение есть в наших сердцах и на наших устах. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Итак, мы говорим о преимуществе верующего. Каждый рожденный свыше верующий с того момента, как он или она принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, имеет очень-очень явные преимущества перед миром. Основным из них является вера, которая была посеяна внутри нас. Так как с этой верой и законами, которые управляют верой, и это важно знать, и мы поговорим об этом. Итак, вся эта 11 глава послания к евреям говорит и ссылается на веру Ветхого Завета. Я хочу, чтобы вы посмотрели послание к евреям 11 главу 38 стих. Или даже давайте прочитаем с 37-го. «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Моисей перечислен здесь, Авраам перечислен здесь. Боже мой, да будет Богу вся слава. Брат Коплант, вы говорите нам, что у нас есть что-то, чего не было у Моисея, что у нас есть что-то, чего не было у Авраама. У них было обетование, у нас есть обещанное, и это лучшее. Это лучший завет с лучшими обетованиями. Посмотрите на это. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, не запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Слава Богу! У нас есть целая огромная трибуна, полная свидетелей из Ветхого Завета. И некоторые люди спрашивают, неужели вы думаете, что они там действительно знают, что происходит здесь? Они знают, что мы делаем. Слава Богу! Да, это так. Они свидетельствуют это. Скажу вам, они ободряют нас. Знаете, я возвращался домой однажды вечером. Я летел через всю страну, и это была особенно красивая ночь. Это такая ночь, которая бывает одна на тысячу. И вы сидите в самолете, и все так ярко и очень холодно, холодный и прозрачный воздух, и самолету такое просто нравится. Он делает все, что должен делать, когда воздух холодный. И все там работает просто как швейная машинка Зингера. Я имею в виду, я просто сидел там и радовался в Господе. Просто закончил собрание, пошел сразу записываться в студию, закончил свой новый альбом и был просто особенно доволен Господом. Так благодарен Ему за то, что Он спас меня и сделал меня свободным. Так благодарен Господу за то, что Он вытащил меня из этого беспорядка, в котором я находился, и вытащил этот беспорядок из меня, беспорядок, который был во мне. И вот я сидел там в самолете, слава Богу, просто сидел, прославляя Господа. И в такой поздний час диспетчеры почти ничего не говорят. Они говорят во меня частоты, которые передают вас следующему диспетчеру. Ну, это почти все, что они говорят в такое время. Никакого движения. Ничего не видно на сотне миль на той высоте, на которой я находился. Я просто наслаждался этим. Автопилот включен, и я просто откинулся в кресле. И вдруг я увидел быстрое видение. Я увидел это в духе. Я увидел это, и это шокировало меня. Это было знание, которого у меня не было до этого момента. я увидел двух человек в самолете. И я знал, что когда я увидел их, они были на небесах. И я подумал, неужели у них есть самолеты на небесах? В Библии сказано, что у Бога есть кресница, которая такая же быстрая, как молния от востока до запада. Ой, я очень хочу дождаться того момента, когда она попадет мне в руки. 300 тысяч километров в секунду. Вы шутите? Там есть многое, о чем у меня и у вас недостаточно понимания, чтобы знать, что это там есть. Аминь. Аллилуйя. Вы ведь не думаете, что Земля на самом деле изобрела что-то. только когда мы достаточно поумнели, чтобы проснуться для некоторых из этих вещей, если не для всех. И эти два человека делали то же самое, что делал я. Они просто сидели там, летели через всю страну, прославляя Бога. Я подумал, да, слава Богу, готов поспорить, что воздух там мягче. И вдруг один из них повернулся к другому в том видении и спросил, «Разве тебе не хотелось бы снова оказаться на Земле?» Скажу тебе одно, «Если бы я снова вернулся туда после того, как узнал то, что я узнал, хочу, чтобы ты знал, дьявол пожалел бы о том дне, когда он впервые услышал мое имя». И другой человек в том видении сказал, «Разве мы не смогли бы хорошенько ему задать с тем, что мы узнали с тех пор, как мы оказались здесь?» И он ответил, «Да, но я не вернусь назад». Аминь. Понимаете, вы должны жить верой на небесах точно так же, как вы должны жить верой здесь. Да, потому что невозможно угодить Богу без веры. Аминь. Поэтому вы будете ходить верой. А тем из вас, кто не научился этому здесь, придется снова идти в школу там и учиться этому. Вот почему у этих классов здесь на Земле есть преимущество. Мы не будем начинать с детского сада. И те вещи, которые мы с вами узнаем посреди сатанинского давления на этой земле, сатанинского сопротивления, мы получаем благодать вдвойне для этого. Аллилуйя, хвала Господу. Да, аминь. И это просто заставило меня восклицать еще больше в ту ночь. Я проводил прекрасное время в Господе. И помните, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «Бог вас дает». Бог вас дает. Посмотрите, 4 главу послания к евреям. Мы были недалеко от нее. И прочитайте 2 стих. «Ибо и нам Евангелие возвещено». Было ли Евангелие проповедано вам? Скажите «Аминь», если было. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Поэтому вы можете заключить из этих мест Писания, что любой, кто когда-либо слышал проповеданное Евангелие, любой, кто был рожден свыше, любой, у кого есть желание угождать своему небесному Отцу, любой, кто сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни, не только имеет право использовать веру, у вас есть привилегия использовать ее, и у вас есть заповедь использовать ее. Аминь. Слава Богу. Это становится восхитительнее по мере вашего движения. Теперь послание к Ефесянам. Шестая глава. Слава Богу. Десятый стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье. Это было написано для рожденных свыше верующих в Ефесе. То, что было хорошо для церкви в Ефесе, хорошо для церкви в Ивана Хайме, церкви в Форт-Уорте, в Чикаго, в Лондоне, Париже, Торонто и в любом другом месте мира. Аминь. Потому что церковь – это люди. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Посмотрите на это. Это действие вашей воли. Облекитесь. Кому обращается это предложение здесь? К вам. Вы облекитесь. Для того, чтобы вы облеклись в это, вместо того, чтобы кто-то одевал это на вас. И поймите, что это решение. Это действие вашей воли. Вы облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите. Вот оно снова. Вы примите. Вы. Здесь не говорится, чтобы вы молились Богу, чтобы Он одел все оружие на вас. Чтобы вы молились Богу, чтобы Бог победил дьявола для вас. Нет, Иисус сказал, «Во имя Мое вы изгоните его прочь». Это действие. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаяся в чресло вашей истинную и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите. Возьмите. Это действие вашей воли. Возьмите это. Вы не можете взять что-то, на что вы не имеете права. Любой, кому нужно противостать дьяволу, а любому верующему необходимо делать это, потому что в Библии сказано твердо противостоять ему вере. Иисус сказал, «Во имя Мое вы изгоните его прочь». И я хочу сказать вам еще кое-что, что Иисус сказал, чтобы прекратить все споры обо всем в этой сфере или в любой другой. Он сказал, «Всякий, кто слышит слова Мои и исполняет их, подобен мудрому человеку». Он не сказал, что вы были мудрыми. Вам не обязательно быть мудрыми, чтобы сделать это. Все, что вам нужно делать, это быть послушными, и это сделает вас мудрыми. Но все, кем вам нужно быть, это быть послушными, чтобы получить результаты мудрого человека. Человек, подобный мудрому, строит свой дом на скале. Буря приходит и не может разрушить его. Но человек, который слышит Мои слова и не исполняет их, подобен глупому. Он не сказал, что человек был глуп. Он не сказал. Я бы мог такое сказать, но не стану. Любой, кто слышит, как Иисус говорит что-то и отказывается делать это, вы можете быть не глупым, но вы очень стараетесь. Я имею в виду, вы приближаетесь к этому таким образом. Я знаю. Потому что я был глупцом, который одно время не делал это. Но Иисус сказал, если человек слышит Мои слова и не исполняет их, я уподоблю такого глупому. То есть вы получите награду глупого. Все, что вам нужно сделать, это поступать как глупый, и вы получите те же самые результаты, что и глупые. Потому что эти вещи управляются духовными законами. Как Глория сказала мне однажды, солнце будет светить на всякого, кто выйдет на солнце. Вам не нужно быть очень умным, достаточно выйти наружу. Аминь. Итак, Иисус сказал, «Во имя Мое изгоняйте дьявола». Для меня это все решает. Я больше никогда не спрашиваю, должен ли я изгонять дьявола. Мой следующий вопрос – «Как?», «Где?», «Чем?» и «Освободите дорогу». Потому что Иисус сказал делать. Так что вот Мое согласие. Я буду это делать. И также здесь сказано, «А паче всего возьмите щит веры». Так что, по моему мнению, на этот вопрос был дан ответ полностью по Писанию. У кого есть духовные права использовать веру? У любого, кто имеет право принять Иисуса, как Господа и Спасителя. А это всякий, кто захочет. Поэтому, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, тогда у вас есть право использовать веру, которую Он дал вам. Слава Богу. И теперь мы просто загнем. Мы забили гвоздь в доску, давайте загнем его с другой стороны. Загнем его. Вам действительно нужно взять эти места Писания и изучать их. Послание за посланием. Послание за посланием. И прочитать полностью все послания, в котором они написаны. И соотносить все послание с этими конкретными местами Писания. И эти места Писания со всеми посланиями. Посмотрите на 23 стих, 6 глава послания к Ефесянам. «Мир братьям и любовь с верою от Бога». Вы видите это? Он так же свободно дает свою веру, как и свою любовь. И Он есть любовь. Слава Богу. Аминь. Это место Писания действительно оживает. Чем больше вы все это изучаете. Единственная причина, почему у нас есть вера, это потому, что Бог нас так любит. Единственная причина, почему у нас есть благодать, это потому, что Бог так нас любит. В послании Галатам, 6 главе сказано, что вера действует любовью. Слава Богу. Аминь. Поэтому Бог любит нас. Есть место Писания в первом послании Иоанна, которое говорит так. «Мы познали и уверовали в любовь, которая есть у Бога к нам». Я знаю, что Он любит меня, но насколько сильно вы в это верите? Наступает момент, когда вы знаете это больше, чем просто в вашем разуме. Верите ли вы? Верю ли я, что Глория любит меня? Я не просто верю, я знаю, что она любит. Иногда я думаю, что это не очень неразумно с ее стороны, но я знаю, что она меня любит. Слава Богу. О, да, она действительно любит. Потому что между Богом, Глорией и мной есть божественная связь. Я никогда не задумывался, у меня не было ни одной мысли сомнения. Ни одной. за все эти 49 лет, которые мы находимся в браке. А у меня не было ни одной мысли. Если она была на одном краю мира, а я был на другом, в мой разум никогда не приходила мысль, ни разу, думает ли она о том, верен ли я ей. И никогда не было ни одной мысли в моем разуме, что есть какая-то возможность, что она может не быть верной мне. Я не только знаю, что она любит меня. Я верю в любовь, которую она испытывает ко мне. За 49 лет никогда не было никакого упоминания о том, что она вернется домой к маме, или что я уйду при каких-то обстоятельствах. У меня было много споров. У нее не было никаких споров. Она не спорит. Вы когда-нибудь пробовали сражаться с кем-то? Кто не будет с вами спорить? И это не продолжается долго. Особенно, когда вам говорят, Кеннет, ты знаешь, что я люблю тебя, и я собираюсь быть благословением для тебя каким-то образом. Тупик для спора. Прямо там. Хорошо. Я представлю этот третий шаг, и мы продолжим говорить об этом позже. Что есть вера? Чем является вера? В 11 главе послания к евреям нам сказано, что вера это осуществление. Послание к Риллинам 3.27 сказано, каким законом? Законом веры. Вера это не случайное действие. Вера это не то, что иногда работает, а иногда нет. Так что вы никогда не знаете, что она будет делать и как она будет работать. Годами люди видели бурь, они могли слышать гром, они могли видеть молнию, они знали, что это было сильно, они знали, что при определенных обстоятельствах это принесет разрушение, но у них не было никакой идеи о том, что такое электричество. Просто никакого понимания. Боинг 747 летал бы в 1900, в 1800, в 1700, в 1600, в 1500 году, он бы летал в 300 году нашей эры, если бы люди знали законы, которые управляют наукой, которые держат самолет в воздухе. Это бы сработало. Фактически, он бы лучше летал тогда, чем он это делает сейчас. «Законы, которые управляют верой, работают». И вера – это духовная сила. Это творческая сила Божья. Она диаметрально противоположна страху. «Страх» был результатом извращенной веры. И он работает по тем же самым законам. Вера приходит от слышания, о слышании от Слова Божьего, и страх приходит от слышания, о слышании от лжи дьявола. Вера высвобождается словами уст. Слова, наполненные верой, доминируют над законами греха и смерти. Слова, наполненные страхом, доминируют через силу тьмы над теми, кто говорит их. Вы меня слушаете? Это та же самая сила, но это как север и юг. Они совершенно одинаковы в том факте, что это направление на компасе, но они прямо противоположны. Они полны противоположностей по определению. Та же самая сила, но одна из них движется в одном направлении, а другая в другом. И именно таковы страх и вера. Вы можете научиться многому о ваших собственных делах и поступках в вашей жизни, потому что вы ближе знакомы со страхом, чем с верой. Прежде чем вы родились выше, источник в вашем духе производил страх. Он был там внутри. Это была действующая сила внутри вас, но ее там внутри больше нет. Страх должен заново приходить снаружи, приходя из вашего необновленного разума, приходя из законов и духовного окружения, и тому подобных вещей, в которых вы выросли. Ваши родители не знали ничего лучшего, поэтому они воспитали вас по определенным духовным законам. Вот почему дьявол может оставаться в одной семье поколение за поколением за поколением. Потому что ваша бабушка учила этому, и вы приняли это. И каждое поколение должно знать больше о божьих вещах, чем предыдущие. Вот почему это не от Бога и не Божий путь, чтобы ребенок оставлял дом и оставлял родителей и говорил, «Нет, я сам собираюсь узнать, кто я такой. Я буду делать это сам. Я буду делать это по-своему». Снова начиная с нуля. Когда, по крайней мере, он мог узнать 50 лет опыта в том, что не нужно делать, если бы он только уделил этому внимание. Аминь. Вы когда-нибудь замечали? Что дети, выросшие в жестокой семье, где, возможно, был алкоголь и так далее, они просто ненавидят это. Просто ненавидят это. Они живут во всей этой неразберихе и страхе и насилии, а потом сами оказываются такими же. Это не кажется разумным, верно? Но ребенок был научен в этих духовных законах. Есть законы, которые управляют верой. Если вы воспитываете ваших детей в законах веры, тогда такими они и станут. Вы воспитываете их, чтобы они шли этим путем. Я воспитал моих детей ходить и жить верой. Они не знают страха. Понимаете? Они не знают страха. Они знают, что это такое. Они распознают его. Они противостоят ему каждый раз, когда он поднимает свою голову. Они относятся к страху так, словно это змея, заползающая в дом. Возьмите что-нибудь и убейте ее сразу же. Вот как они реагируют на это. И именно так мы их воспитали. На это нужно время, потому что вы должны тренировать своих детей, так как весь мир учит их чему-то другому. И вам нужно уделять время тому, чтобы тренировать их и работать с ними. Вот легкий путь. О, сынок, не выбегай на дорогу. Папа боится, что тебя переедет машина. И мама выбегает и говорит, «Мне нужно держать этого мальчика подальше от улицы. Что же мы будем делать, если его задавят?» И тот ребенок слышит это. Вы скажете, «Да, брат Копп, но как вам удержать его от улицы?» Любой разумный человек способен понять, что машина вас убьет. Если вам нужно это доказать, выкатите пустую жестяную банку и позвольте машине ее переехать. Но вам нужно уделить время, чтобы научить не просто тому, что папа боится, что тебя переедут. Вы говорите, «Сынок, иди сюда. Я хочу тебе показать кое-что. Видишь эту машину?» Это замечательная машина. И в один день ты сможешь управлять ей. В один день у тебя будет своя машина. Мы с тобой будем молиться и согласимся, что Бог даст тебе машину, такую же хорошую, как у меня. И он широко открывает глаза. «Ну, затем добавьте. Я скажу тебе кое-что прямо сейчас. Эти штуки могут быть опасными в плохих руках, но тебе не нужно их бояться. Тебе просто нужно быть разумным с ними. И ты умный ребенок. Ты разумный ребенок. Ты очень умный». И он говорит, «Да». И вы исправляете ситуацию с самооценкой прямо там. Вы начинаете учить вере и всему такому. И все эти мирские слова о самооценке, они просто улетают, как дым в окно. Вы вдохновляете кого-то вере. «Я могу все». Бог уважает веру. И он несоприятен. Слава Богу. Я имею в виду к тому времени, как им исполняется 10 или 12 лет. Вы не можете избавиться от улыбки на их лицах, потому что они знают, как получить что-то, что есть у кого-то другого, благодаря вере. Слава Богу. Отец, мы просто благословляем Тебя и прославляем Тебя сегодня. Мы поклоняемся Тебе. Мы просто возносим наше сердце, наши руки и наш разум к Тебе. Мы представляем наши тела Тебе, как жертву живую. И мы благословляем имя Иисуса. Мы благословляем Господа. О, душа моя! Мы благословляем Господа. Это хорошо, когда вы принимаете благословение, которым Бог благословил вас. Вы благословлены благословением Авраама. И затем вы поворачиваетесь и благословляете Господа. Аминь. Аллилуйя. Теперь повернитесь и благословите друг друга. Аминь. Давайте откроем наши Библии снова сегодня на пятой главе первого послания Иоанна. Мы говорим о вере, о преимуществе верующего. О преимуществе верующего перед миром. Первое Иоанна 5.1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, или всякий любящий отца, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу. В других переводах Библии сказано, это есть любовь Божья, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжкие. Вы должны понимать здесь также, что для понимания полного влияния этого вам нужно прочесть все, что сказано до этого в первом послании Иоанна. Заповедь, о которой он говорит, это любить друг друга, как и Бог ради Христа возлюбил нас. Конечно же, это будет включать в себя 10 заповедей, верно? Конечно будет. Поэтому любовь к Богу с точки зрения апостола Иоанна, вдохновленного Духом Святым, любовь к Богу это исполнение и хождение в заповеди любви. Если вы любите отца, вы будете любить Его детей. И не обязательно потому, что ваши чувства таковые, или даже потому, что вы хотите, но потому, что ваш Небесный Отец, который благословил вас, заповедовал вам делать так. Поэтому любовь к Богу и любовь по завету это более высокое хождение в любви, чем хождение в любви филио или естественной или эмоциональной любви. Бог любит нас любовью Агапе, которая прежде всего действия воли. Я буду любить тебя независимо ни от чего. Я буду любить тебя по завету. Я заключил завет любить тебя вопреки всему, что ты делаешь, несмотря на все, что ты делаешь. Любишь ты меня в ответ или нет? Я буду любить. Это любовь Агапе. И затем, конечно же, все остальное в вас. Ваш разум, ваши эмоции, ваша воля и ваше тело должны прийти в согласие с этим. Но даже когда ваша воля не хочет этого, и ваш разум не хочет, и ваше тело не хочет, у вас по-прежнему есть заповедь. И мы ходим в любви Агапе. Мы ходим в этом. Это очень важно. Я по-прежнему говорю с вами о вере. Потому что, когда вы в противоречии с этим, это заставляет вашу веру слабеть. Вера действует любовью. И когда вы ходите в любви по заповеди, а хождение в любви, это действие вашей воли, тогда ваши чувства не приходят согласия. Ваша вера остается. Ваши чувства не мешают. Я это хотел сказать. Скорее, ваши чувства приходят в согласие. Туда, где им место. И любовь по-прежнему царствует. Хвала Господу. Так что вера по-прежнему действует. Даже когда ваш разум спорит с этим. И все остальное. Но как действие вашей воли, вы держите его в соответствии. Слава Богу. Это очень важно. Аминь. Итак. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Теперь вы победитель мира. И вы благословлены. Понимаете? Итак, то, что нам нужно делать, это начать побеждать и быть благословенным. Ходить в благословении верой. Одна жизненно важная вещь, прежде чем мы пойдем дальше в этом, это понимать, какое место занимает надежда. Одно из любимых занятий мира это защищать вас от вашей собственной надежды, что является одной из самых больших глупостей, которую кто-то может делать. Но это то, что мир делает лучше всего. Поступает как глупые. Поэтому вам не нужно злиться на них или расстраиваться из-за них. Грешник делает то, что он делает лучше всего. Он грешит. Это то, что он умеет делать. И они просто продолжают и делают это по-крупному. Поэтому просто молитесь за них и будьте частью их освобождения. Но путь, по которому мы идем, вера — это сущность вещей, на которые мы надеемся. И благословение, в которое мы ходим, непосредственно связано с вашим ожиданием. Слово «надеюсь» не является синонимом слов «хотелось бы». Это то, как мир смотрит на это. И когда ваше мышление согласновано с миром, именно так. Ты собираешься принять свое исцеление сегодня вечером? Скажу вам, брат Копланд, «Я точно надеюсь». Понимаете, это совсем не библейская надежда. Это просто синоним слов «хотелось бы». Мне, конечно, очень хотелось бы. Я бы очень хотел, но никогда точно не знаешь. Все это идет вместе со всем этим неверием. В этом нет ни грамма веры. И также в этом не было никакой надежды. Потому что они не ожидали принять. Библейское слово, переведенное как «надежда», означает «быть чрезвычайно заинтересованным и ожидать получить». Речь о том, чтобы стоять, вытянув шею в ожидании. О, это приходит ко мне! Я знаю! Я имею в виду это ожидание. Божественное ожидание. И один словарь переводит это как «раскаленные до бела ожидания». Я жду этого. Слава Богу! Вера — это осуществление надежды такого рода. Осуществление библейской надежды. Поэтому переведите теперь это в вашу жизнь веры и в вашу жизнь надежды. Не позволяйте никому говорить вам «Ну, ты не надейся на слишком многое». Боже мой, надейтесь на так многое, насколько вы только можете. Поднимите ваши ожидания. «Да, но что, если этого не произойдет?» Мы люди не без надежды. Боже мой! Я имею в виду, есть много вещей, которые не сбылись. Просто распрямите ваши плечи и скажите «Я знаю одно». Пусть терпение имеет свое совершенное действие. И я буду совершен во всей полноте, без всякого недостатка. Слава Богу! Мир не понимает этого. Вот почему они не хотят надеяться на слишком многое. Но слава Богу, мы хотим, верно? Чего вы ожидаете? По вере? Вы ожидаете, что благословение будет работать все время. Вы ожидаете, что помазание Божье будет действовать все время. Чувствуете вы это или нет? Не имеет значения. Но вы ожидаете. Вы ожидаете все время. Что вы ожидаете, когда выйдете за дверь? Ожидаете ли вы, что каждый человек, которого вы встретите, скажет вам что-нибудь плохое? Ожидаете ли вы, что каждый человек, которому вы попытаетесь засвидетельствовать об Иисусе, откажет вам, плюнет вам в лицо, ударит вас по лицу, а потом обратится в Союз защиты гражданских свобод? Многие христиане таковы. И они не понимают на самом деле, что их ожидание работает против их благословения. Но по вере, слава Богу, я ожидаю, что все будут обращаться со мной просто замечательно. Я ожидаю, что буду обращаться со всеми остальными просто замечательно. Понимаете? Аминь. Я хожу верой. Есть люди, которые придут и не будут относиться ко мне так уж отлично и просто замечательно. И я не обращаю на это внимания. Кто-то сказал, ну ты просто смотришь на мир через розовые очки. Нет, я осмотрю на мир через очки цвета крови Иисуса. Слава Богу. Я осмотрю на мир через благословение Божие. А как насчет той статьи, которую они написали о вас, брат Копланд? Скажу одно, у меня хватает ума не читать эту глупость. Я не обращаю внимания на то, что кто-то говорит против меня или за меня. Аминь. Не читайте вашу собственную прессу. Проповедники, послушайте меня. Скажите вашим сотрудникам никогда не приносить вам ничего написанного о вас. Ни хорошего, ни плохого. Не приносите это сюда. Я не хочу это видеть. Я не хочу это слышать. Слишком сложно избавиться от плохого. И вы даже не пытаетесь избавиться от хорошего. И, вероятно, вам нужно усерднее работать над тем, чтобы избавиться от этого, от хорошего, чем от плохого. Потому что это приведет вас к беде быстрее, чем плохое. Аминь. Давайте пойдем дальше. Когда вера начинает возрастать, господство сатаны начинает уменьшаться. А обстоятельства начинают сдаваться. И больше не выглядят такими непосильными. Ужасное рабство и все остальное. Что выглядело для вас так, словно это разрушит всю вашу жизнь? Когда вера начинает расти, не после того, как она становится большой и сильной. Когда она только начинает расти, все это плохое начинает уменьшаться. И вдруг это выглядит так, словно это не было таким большим, как казалось вчера. И ваша вера начинает расти. Те из вас, в особенности те, кто был на этой конференции всю неделю, вы уже смотрите на вещи совершенно по-другому, чем вы смотрели за день до того, как приехали сюда. Чем больше возрастает ваша вера, тем больше уменьшается остальной мир. И, возможно, у нее еще не было времени что-то изменить. Но вы видите себя и ваши обстоятельства глазами веры, надежды и любви, и глазами Слова Божьего. Вы благословенны. Слава Богу. И все внешнее начинает падать и склоняться перед силой Слова Божьего. Мы узнали, когда изучали это раньше, что вера родилась в вас в тот момент, когда вы были рождены свыше. И не бывает такого, чтобы один человек получил хорошую веру, которая работает, а другой человек получил такую, которая не работает. Потому что каждый, кто был рожден свыше, получил веру Иисуса. Это точно такая же вера. Он начальник и совершитель нашей веры. Он автор нашей веры. Он тот, кто развивает нашу веру. Мы узнали, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Итак, у кого есть вера? У любого человека, который принял Иисуса из Назарета, как своего Господа и Спасителя. Затем мы задали вопрос. Кто имеет право по Писанию использовать ее? Только проповедники или только люди с каким-то специальным призванием? Или только апостолы, или пророки ранней церкви, средней церкви, или кто-то еще? Кто имеет право по Писанию использовать ее? Иисус постоянно использовал слово «всякие». Мы только что читали. «Всякие верующие». Что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Аминь. «Ибо всякий рожден от Бога, побеждает мир. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша». Здесь апостол Иоанн говорит в своем послании. «Вера наша». Не моя вера. Вера наша. Так что его вера находится на точно том же основании, что и вера любого другого человека, который сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни. Поэтому ответ таков. «Всякий имеет право, право по Писанию, использовать веру Божью и от Бога, и ожидать божественных результатов». Теперь, что такое вера? Давайте посмотрим снова в послании к евреям. Что такое вера? Вера – это духовная сила. Евреям 11.1. Давайте вернемся в 10 главу и прочитаем 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, или на вас оказывалось большое давление. То сами, среди поношений, скорби или давлений, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, вы оказались среди неправильных людей, другими словами, и вы позволили им оказывать давление на вас. Вы дали дьяволу возможность, которой у него даже не было. Это то, что он говорит им здесь. Но это было сразу после того, как они впервые услышали благую весть о своем спасении. Это было сразу после того, как они родились выше. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная». Это одно из мест Писания, прознание в Новом Завете, о котором мы говорили ранее на этой неделе. «Зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и неприходящее». Вера – это духовная сущность, духовное осуществление. Вера – это духовное имущество, которое Бог использовал, чтобы создать материальное имущество. материальное имущество. Это очень, очень важно. Вам нужно это знать. Он сказал, «Зная». И вам нужно провести время, познавая это до тех пор, пока это не станет так, настолько близким вашему мышлению, что это просто ваша вторая натура. Это просто настолько реально, что вы просто знаете это. Вы просто знаете, что вера – это не какая-то абстрактная, религиозная идея. И прежде всего, это даже не идея. Она создает идеи. Вера – это настоящая сила, духовная сила. Давайте пойдем дальше и прочитаем. Терпение нужно вам. Вернемся назад, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, или после того, как вы поступили по Слову Божьему, или вы были послушны Богу, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Речь не идет о рождении свыше. Родила свыше не ваша душа. Это ваш дух родился свыше. Речь идет о таком состоянии, где вера имеет подход к вашей воле, вашему разуму и вашим эмоциям, где вера работает над вашим разумом. Вера работает в сфере вашей воли. Вера... Почему? Потому что вы применяете ее к вашему разуму. Вы применяете ее к вашей воле. Вы применяете ее к вашим эмоциям. И вы применяете ее к вашему послушанию Богу. Аминь. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом или в том, что еще не открыто физическим органам чувств. Вера называет несуществующие, как существующие. Вера называет эти вещи. Вещи. Вещи, которые еще не открыты физическим органам чувств. Вера называет эти вещи, которые еще не открыты физическим органам чувств, так, словно они уже были открыты, явлены физическим органам чувств. Когда слова ваших уст по вере соглашаются с тем, что Бог уже сказал, вера — это осуществление, внедренное в чертежи надежды, приходящей от обетования Божьего, благословения Божьего. И вера приносит материальную реальность тому, что Бог уже сказал, и тому чертеж или образ, чего уже пришел ваш дух, вашей надежде тому, что вы ожидаете. И вера приносит это из невидимого мира в материальное здесь и сейчас. Аллилуйя. Нужно восклицать об этом. Слава Богу. Поводом для восклицания является тот факт, что это гарантировано. Это небесная гарантия. Ну, я не знаю, брат Копланд, я верил ужасно долгое-долгое-долгое-долгое-долгое-долгое время, и Бог пока еще ничего не сделал. Теперь вы вините Бога за свою неспособность принять. Возможно, вы не собирались этого делать, но вы только что это сделали. Ну, я не знаю, почему Он не исцелил меня. Я ходил верой все эти годы. Когда же вы научитесь, что не прав не Он? Может ли быть так, если хоть какой-то небольшой шанс, что это может быть вы, именно вы, кто не делал? Возможно, вы не ходили в вере все эти годы. О нет, я ведь ходил. Тогда почему вы не ходите в ней сейчас? Я хожу в ней. Нет, вы не ходите. Вы только что сказали мне, что вы не принимаете. Что же вы тогда говорите? Ну, это говорение для меня не работает. Только что сработало. Вы говорили, оно не работает. Вы сказали, что оно не работает. Вы говорили, что вы ходите в веры все эти годы, и вы ничего не получаете. Я думаю, что вам лучше вернуться назад и взять ваши диски с проповедями. Взять эти проповеди и снова начать учиться. Вот что я думаю. Хвала Господу. Аминь. Итак, вера – это духовная сила. И я хочу, чтобы мы открыли сейчас послание к римлянам, третью главу, и закрепили этот момент. На самом деле, понимание этого и знание этого улучшит ваше хождение в вере. Чрезвычайно улучшит. Религия научила нас прямо противоположному. Итак, третья глава – послание к римлянам. И мы прочитаем это. И затем вы поймете, прежде чем я буду комментировать это. Двадцать седьмой стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимый отдел закона. Вера – это духовная сила. Она управляется духовными законами. И когда эти законы приводятся в действие, они всегда работают. Именно поэтому они и названы законами. И они не лесоприятны. Скажу вам. Знаете, грешник или святое может пойти и управлять самолетом, если он умеет. Потому что есть законы, которые управляют его функционированием. Это прикладная наука. Было время, когда люди думали, Боже мой, Боже мой, если бы Бог хотел, чтобы вы летали, Он дал бы вам крылья. Но Он сам летает, и у Него нет никаких крыльев. Вы можете узнать о Его колеснице. Вы можете прочитать об этом в Слове Божьем. Аминь. Это то, что было порождено недостатком знания и невежеством в отношении духовных вещей. И Слово Божье говорит. Не хочу оставить вас, братья, в неведении. Вера – это духовная сила. Я верю всем своим сердцем. Поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, уже получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи, Тим Фокс, как-то рассказал. Это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. Религия говорит. Ну, смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну, это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало, но знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец, и для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру. А вера является катализатором. Иисус сказал, «Ваши традиции делают Слово Божье неэффективным, устраняют его». Аллилуйя. Итак, не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. И я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я делаю. Но Слово Божье говорит для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, да, но я не верю во все это сеяние. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Хвала Господу. Отец, мы молимся сегодня об этом дне пожертвования на этой передаче. Во имя Иисуса. И я прошу тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир с законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Что бы Господь не говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Просто напишите нам миссию Кеннета Копланда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Будьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус – Господь.